Здравствуйте! В эфире новости на Первом Карагандинском. В студии работает Ирина Камышова. Ближайшие 20 минут только о самом интересном. Три человека погибли из-за пожара во многоэтажке в центре города. В Караганду посетила чарующая выставка из Индии. Подробнее смотрите в сюжете Амины Смаковой. В Караганде состоялась международная выставка собак. На мероприятия съехались лучшие заводчики из стран СНГ. Подробнее смотрите в репортаже Алины Акбаевой. Пожар в девятиэтажке в центре Караганды унес жизни трех человек. ЧП произошло вчера ранним утром в доме по бульвару Мира. Динара Сартаева расскажет подробнее. Жители этого дома до сих пор в шоке от произошедшей трагедии. В пять утра у людей началась паника. Произошло возгорание. Две молодые девушки задохнулись угарным газом. А вот мать погибших во избежание мучительной смерти выпрыгнула прямо с девятого этажа. Вот сюда оно упало, точно. Потому что у меня соседи, у них окна сюда выходят. Они как вот здесь едят. Тулиген Джусупов – житель этого дома. Мужчина рассказывает, пожар начался около шести часов утра. Запах гари почувствовала его супруга. Тем утром жители спасались, как могли. Находясь в панике, кто-то выбегал на улицу, а кто-то от безысходности выбирал другой выход из этой страшной ситуации. Здесь дым был невозможен. А потом только мы уже начали узнавать, что там. С той стороны кто-то упал. Говорят, женщина упала. В смысле, она сбросилась, видать уже шансов не было. И потом людей выносили отсюда. Друг женщин тоже. Дым охватил все этажи. Чтобы не задохнуться от угарного газа, жители стали выбивать стекла в окнах и балконах, тем самым спасая свои жизни. Зинаида – соседка погибших. Женщина проснулась от шума. Первая мысль, которая посетила ее – бежать. Однако вместе с супругом оказались на балконе. Семья до сих пор в шоке от случившегося. Погибших соседей они знали хорошо. Хорошие хозяюшки. Мама, бабушка, доченька, сноха. Все красивенькие, умненькие. Всегда у них дома чистота, порядок. Вот так вот запаниковали. Не знаю, как-то. В ликвидации ЧП были задействованы 40 человек личного состава и 12 единиц техники службы пожаротушения. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. В ходе проведения разведывательных мероприятий между вторым и третьим этажами была обнаружена девушка без признаков жизни. Далее между третьим и четвертым этажом была обнаружена вторая девушка, также без признаков жизни. Вероятно, всего это был малокалорийный источник зажигания, окурок, брошенный на строительный мусор, который лежал под лестничным маршем. Динара Сартаева, Ержан Алипов, Асхат Айбедулов, Первый Карагандинский. Модернизация ЖКХ по-карагандински – программа контрастов. В этом убедились сегодня депутаты, чиновники и подрядчики во время выезда по отремонтированным домам. Госпрограмма одна, ремонты разные. Различия увидел наш корреспондент. А это что? Это просто. На вот этом креплении, на клипсе держаться не будет нормально. Сегодня в рядах депутатского дозора сплошь спецы, знающие толк в строительстве и технике. Однако даже непрофессиональным взором можно понять, что работа в подвале дома по улице Ермекова, 14, дробь 2, выполнена некачественно. Пластиковые трубы подрядчики умудрились согнуть, закрепили их к стенам ненадежно. Да и в целом ремонт по госпрограмме вызвал массу претензий со стороны местных жителей. Ну, во-первых, металлическая конструкция, которая должна была идти на трубы отопления и водоснабжения, по смете, она заложена стальная конструкция. А нам взяли и вставили вот эти пластиковые трубы неизвестного происхождения, которые мы просто не имеем сертификатов на них. И на сегодняшний день, вот до сих пор еще с ними, грубо говоря, долбимся, чтобы они нам заменили так, как полагается, хотя бы по смете. Кроме того, из-за некоторых разногласий в работе и сметной документации, дом по-прежнему не имеет акта готовности к отопительному сезону. А значит, что у жильцов могут быть проблемы с теплом грядущей зимой. Есть минусы в том, что у жителей этой двухэтажки нет никакой формы управления. Они только кондоминиум зарегистрировали. Однако есть здесь и плюсы в том, что уже успели сделать по госпрограмме. Установили новый автоматический тепловой пункт, заменили двери, построили перегородки. Правда, работы пока не выполнены до конца. По этому дому, как мы только что осмотрели, имеется ряд недостатков. Мы при приемке будем эти ряды недостатков выявлять, составим список недостатков. И после того, как подрядчик справится эти недостатки, мы будем подписывать акт приемки. Ну, правда, слов нет. Все очень довольны. Красиво, приятно заходить и жить приятно здесь. Совсем по-другому дела обстоят в 31-м доме по проспекту Бухаржирау. В сентябре многоэтажку тоже отремонтировали по программе модернизация ЖКХ. Здесь обновили фасад здания, кровлю, навели марафет в подъезде и подвалах, провели термомодернизацию. Подарок здесь и двор благоустроили. Такой порядок тут навела управляющая компания «Жилсоцсервис». Она же теперь взяла этот дом под свою опеку. Вот 32 миллиона обошелся капремонт, фасад полностью, все коммуникации инженерные поменяли, установили АТП с прибором учета, подъезды отремонтировали, все коммуникации. В общем, ремонт вот, видите. Эту сумму в течение 7 лет будут отдавать сами жильцы. По подсчетам, в среднем по 5 тысяч тенге в месяц с квартиры. Не так уж много за проживание в тепле и комфорте. Дом можно смело демонстрировать как пример лучшего исполнения госпрограммы, уверены народные избранники. Прекрасный ремонт, прекрасно все сделано, жители довольны. И самое главное в моем понятии, что чисто политически, то, что модернизация ЖКХ, она должна быть вот таким образом сделана. И тогда жители поймут, что надо к этому идти. Ход реализации программы модернизации ЖКХ в Караганде депутаты рассмотрят на заседании постоянных комиссий Маслихата. Нарекания-предложения выдвинут и на сессии. В связи с сегодняшним выездом на ближайшие сессии будут обсуждаться эти вопросы и более глубоко будем изучать материалы. Ирина Камышова, Кайрат Рашитов, Первый Карагандинский. Более 60 хвойных деревьев были высажены в сквере на бульваре Мира в минувшие выходные в рамках общегородского субботника. К слову, в этот раз в озеленении города приняли участие ветераны. Старожилы Караганды в роли и озеленителей, и благоустроителей. Несколько десятков молоденьких сосен в центре города они посадили собственноручно. На подмогу пожилым пришли чиновники районного Акимата. В общегородском субботнике приняли участие порядка 15 тысяч человек. К примеру, в районе имени Казабекби ликвидировали три несанкционированные свалки. Я, например, с 50-го года здесь в Караганде живу, не выезжала. Для меня Караганда это родной город считается. И поэтому всегда мы с радостью приходим на такие мероприятия, чтобы это было показательным примером для школьников, для учащихся, для всей молодежи, которые вот именно вместо того, чтобы сохранить город в зелени, все, да, бросают бутылки, хоткают и все такое, чтобы такого не было. Мы практически стараемся на каждый субботник проводить высадку деревьев. На сегодняшний день, получается, в рамках осеннего мыщика мы высадили 20 500 деревьев. Привемся на короткую рекламу. Не переключайтесь, далее все самое интересное. Редактор субтитров А.Семкин Наслаждайтесь вкусом настоящего кенийского чая «Долина Нанди». «Долина Нанди» – прекрасный выбор за вами. Найти светлый и красивый бутик – не проблема. Найти просторный офис для бизнеса – не вопрос. Найти большой и надежный склад – нет проблем. Все это здесь, в новом торговом доме «Тумар». Мы предлагаем мясные продукты, рыбу, овощи, фрукты, канцелярские товары, посуду, моющие средства, сувениры и многое другое. И еще у нас большая удобная парковка, домашняя кухня, где можно быстро и недорого перекусить. Торговый дом «Тумар» – это ваш талисман удачи. Мы находимся по адресу. Добро пожаловать во французскую столовую «Биен-Веню». Сюда можно пригласить коллег для делового разговора или просто пообедать. Здесь можно устроить детские праздники или романтическое свидание. Банкеты и корпоративы до 50 человек. А главное, «Биен-Веню» – это отличный выбор для тех, кто стремится провести свою свадьбу в непринужденной обстановке в кругу близких людей. Французская столовая «Биен-Веню». Атмосфера Парижа в центре города. Проспект Нуркена, Авдирова, 9, телефон 909-909. В Центральном парке Караганды с колеса обозрения снимали потерпевших. Это зрелище привлекло внимание многих отдыхающих в субботний день. Показательные приемы представили карагандинцам спасатели в свой профессиональный праздник. В чем было дело, расскажет Сергей Высокосов. Карагандинцы, отдыхающие в Центральном парке, несколько взволновались, когда увидели, что колесо обозрения оцеплено и работают выдвижные пожарные лестницы. Опять ЧП? Нет, опять ЧС. Службы департамента ЧС по Карагандинской области в свой день рождения решили показать всем и каждому свою мощь и умение. 15 единиц техники. 50 человек персонала демонстрировали, как управляются современной техникой специалисты. За считанные секунды был потушен пожар. Костер дольше разводили, чем тушили. Оказывается, чтобы соблюсти все правила разведения огня на природе, надо иметь при себе кучу вещей, которые в рюкзачок не уложишь. Представители водно-спасательной службы на глазах у всех вылавливали из озера утопленника и на глазах у всех его реанимировали. Парк стал большой площадкой для проведения экстремального шоу служб спасения. Сегодня мы в парке культуры и отдыха организовали показ современной спасательной техники, которые были приобретены в последнее время, новейшее оборудование, которое хотели показать и обучающимся на факультетах защиты в ЧС, как на базе Карганинского политехнического колледжа, политехнического университета. Не только студенты с завистью поглядывали на лихих спасателей. Таких ничто не устрашит, но и просто граждане не без удовольствия любовались работой чайсников. Главная задача показа была выполнена. Героев узнали в лицо. Убедились, что спасение людей базируется на современной технике и оборудовании. Сейчас в профессии спасатель редко поступают люди, потому что боятся от ситуации, человеческой ситуации. Многие боятся. Но я этот страх преодолею, и в будущем я стану в своей профессии. Сергей Высокосов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. Сегодня корреспонденты Первого Карагандинского расскажут о династии спасателей. Карагандинец Мадет Амаджолов четверть века проработал в пожарной службе. По его стопам пошли и дети. Свой профессиональный праздник семья отмечает по-особому. 25 лет в пожарной службе – дело нелегкое. Однако почетный спасатель подполковник Мадет Амаджолов ни дня не жалеет о выбранной профессии. Три почетных медали – за заслуги перед службой спасения и народом. Начинал простым офицером, ушел на заслуженный отдых 5 лет в звании подполковника. За четверть века я ни разу не пожалел, что стал спасателем. Это почетная работа, которая, несомненно, приносит большую пользу народу. На службе Мадет Амаджолов превращался в требовательного, бескомпромиссного человека с холодной головой. Дома в примерного семьянина отца четверых сыновей. Знаете, мой муж всегда на чеку. Это уже профессиональное. Даже сейчас, находясь на отдыхе, он старается помочь своим сослуживцам, дельным советам. На работе его знают как жесткого и требовательного человека. Дома же мы видим любящего мужа и отца. Неудивительно, что, видя такое рвение и любовь отца к этой нелегкой работе, дети Мадета Амаджолова пошли по его стопам. Старший сын, 27-летний Сунгат, уже 5 лет работает дознавателем в одной из пожарных частей города. Я хочу, как и мой отец, честным трудом дойти до звания подполковника. Хочу предотвратить как можно больше пожаров. Может, и мой маленький сын, когда подрастет, тоже захочет стать спасателем. Свой профессиональный праздник семья Амаджоловых отмечает с размахом. Богато накрытый Досархан и полный дом гостей. Руководство пожарной части каждый год поздравляет его и приглашает на праздничные концерты. Амина Смакова, Олжас Габасов, Асхат Абидулов, Первый Карагандинский. В Караганде состоялась международная выставка собак. На мероприятие съехались лучшие заводчики из стран СНГ. Подробнее смотрите в репортаже Алины Акбаевой. Выставка собак – это очень важное событие как для хозяев, так и для их любимцев. Здесь необходимо продемонстрировать не только внешние данные, но и высокую физическую подготовку животного. Тора – яркая искра победы, представительница породы американского бульдога, привезена из Омска. Ей всего 4 месяца, и в конкурсе она участвует впервые. Но, несмотря на свой свирепый вид, эта порода очень любящая и спокойная, которая отлично ладит с детьми. Девочка привезена с Оренбурга, из питомника. Родители у нее из питомника бульдров. Привезена она в Омск. Вообще, порода очень интересная, очень хорошая. Ну, прекрасные охранники, хорошо дрессируются. И, в общем-то, эта порода является талисманом американских элитных войск «Морские котики». А это один из представителей самых миниатюрных собак на выставке – Эрминаль Аполлон. Русский той-терьер весьма игривый. Благодаря своему маленькому размеру обладает рядом преимуществ перед другими породами. Они неприхотливы в содержании. Это Эрминаль Аполлон. Ему 5 с половиной месяца. Приехал к нам в Санкт-Петербург. Ну, надеемся, будем получать победы. За такой собакой ухаживать несложно. Выставка собак в Караганде проводится традиционно – два раза в год, в марте и октябре. Победители получат почетные кубки и ценные призы. Кроме того, на мероприятии можно получить консультацию опытных ветеринаров, а также приобрести нового хвостатого друга. У нас в этом году юбилей, 15-летие со дня вступления в ФЦИ. Мы все празднуем этот праздник, потому что Казахстан вышел на новый кинологический уровень. Мы все очень этому рады. Вся кинология отмечает этот день. И сегодня будет очень много подарков, очень много призов. Мы будем поздравлять наших завсегдатых выставок. Алина Акбаева, Карат Рашидов, Асхат Абидулов, Первый Карагандинский. Детский мир «Играйка» отметил день рождения. Магазину детского товара исполнилось два года. Радостное событие произошло накануне. В этот день мир детского шопинга подготовил более 30 подарков для своих маленьких покупателей. Залон полон детей и родителей. Свободного места не осталось. Всем хочется поучаствовать в праздничной программе и получить подарки от любимого магазина. Свой день рождения играйка отличился. На праздник были приглашены веселые клоуны и ростовые куклы. Но главным событием стала лотерея. В ней разыгрывали 38 подарков. Это мягкие игрушки, конструкторы, интеллектуальные игры и электромобиль. В течение месяца и сегодня люди покупают товар на более 5000. Им дают лотерейный билет. «Играйка» старается удивлять горожан не только на праздники, но и в обычные дни. Приятные цены, широкий ассортимент товара. Магазин реализует вещи и игрушки для детей всех возрастов. В этом году, рассказывает руководство детского магазина, были заключены договоры с другими странами. Так что поступление нового качественного товара ждать недолго. «Мы уже расширили ассортимент российской игрушки, заключили многие договора и пополняем свой ассортимент». Минуты ожидания и подарочный лотерейный барабан запустили. Уже через несколько секунд станут известны имена победителей. «На день рождения любимого магазина подарки получили все дети. Каждому ребенку раздавали воздушные шары и чупа-чупсы. Плюс ко всему, в этот день в магазине действовали большие скидки на все товары. Естественно, самыми счастливыми на именинах играйки стали победители». «Приехали купить кроватку для нашей племянницы и сегодня выиграли гитару». «Мне нравится этот магазин, я сегодня выиграла эту игрушку». «Я купил ванночку для дочери, кроватку детскую и еще что-то по мелочи. Очень хорошо, что торговый центр «Играйка» проводит подобные розыгрыши». «Мне позвали на сцену и дали подарок». Подарки будут не только в дни рождения, обещает магазин «Играйка». «Детский мир» собирается приятно удивлять детей огромным выбором игрушек, а родителей – приятными ценами и качественным надежным товаром. Амина Смакова, Толиген Рашидов, Асхата Абидула, 1-й Карагандинский. В Караганду приехала индийская выставка. Национальная одежда, арома масла, украшения и, конечно же, настоящий индийский чай. О том, что еще привезла страна Махараджи, узнавала Амина Смакова. Тирующая выставка из жаркой Индии в Караганде. Чтобы удивить горожан, организаторы постарались привезти как можно больше национальных вещей. Украшения, одежда, изделия, ручной работы, аксессуары – все с восточным колоритом. Мы хотим показать народу Казахстана настоящие вещи из Индии, чтобы они могли почувствовать их. Посмотрите в данный момент, что есть настоящий товар из Индии. Оформили выставку весьма необычно. Стены были увешаны нитями с натуральными камнями. Авантюрин, кораллы, янтарь, яшма, бирюза и не только. Здесь собрали весь алфавит драгоценных пород. Все камни имеют лечебные свойства, поэтому каждый карагандинец может найти для себя свой талисман. Авантюрин – это камень для тех, кто занимается бизнесом, для сделок. Также большой выбор у нас камней. Неудивительно, что искушенные в моде карагандинки сразу же ринули складку с натуральными камнями. Не только разноцветные натуральные каменья привлекают горожан. Ассортимент индийской выставки просто огромен. Придирчивых горожан так просто не подкупить. Однако чарующей выставке это удалось. Я для своей девушки здесь присматриваю украшения. Здесь я смотрю столько натуральных камней, очень большой выбор. Думаю, что будет интересно ей. Как любую женщину в первую очередь интересуют камни, да? Камни, украшения. Выставка очень хорошая, много интересного. Это и косметики, и бижутерия. Пахнет духом Индии. Думаю, что оправдает все надежды наших жителей. Больше всего подвесочки, браслеты, колечки. Кусочек настоящей Индии, который привезла с собой чарующая выставка, карагандинцы могут попробовать до 29 октября. Мы собираемся еще побольше, в марте месяце. Мы сейчас заказываем контейнеры, товар. В марте мы ожидаем, чтобы большая выставка сделала. Горожанам стоит поспешить посетить чарующую волшебную страну Махараджи. Потому что если они не сделают этого сейчас, ждать придется аж до следующей весны. Амина Смакова, Габиден Курушпеков, Асхат Айбедулов, Первый Карагандинский. Карагандинская общественность обсудила новый формат геополитики. В городе состоялся форум G-Global, созданный по инициативе президента страны. В форуме приняли участие ученые, депутаты, руководители работников крупных промышленных предприятий, общественники, экономисты, политологи и бизнесмены. G-Global – это новый формат взаимодействия всех заинтересованных стран, бизнеса, образования и науки. Именно он должен выработать ряд необходимых мер для преодоления глобальных вызовов. G-Global – это еще и интернет-платформа. На его ресурсе уже проходят открытые дискуссии для поиска решений мировых проблем. Эта диалоговая площадка успела объединить более 25 тысяч пользователей из 149 стран. Его уникальность заключается еще и в том, что благодаря ему каждый желающий имеет возможность заявить о себе как участники этого события мировой значимости. Накануне состоялось расширенное заседание Политсовета партии «Нур-Отан». Здесь обсуждали итоги 15-го съезда партии и вновь поставленные задачи для региона. В 15-м съезде Народно-демократической партии «Нур-Отан» приняло участие 1200 делегатов со всех регионов Казахстана. Карагадинская область отправила на партийный форум 110 представителей филиала партии. Более тысячи приглашенных гостей присутствовали на партийном съезде. Это представители неправительственных объединений, молодежных организаций, дипломатического корпуса, деятели культуры, науки, спорта, руководители государственных органов. В своем выступлении глава государства отметил, что нынешний форум проходит переломный момент в новейшей истории Казахстана. И центральная задача съезда – определить роль и политическое значение партии «Нур-Отан» по достижению наших великих целей середины 21 века, обозначенных стратегией 2050. Стержнем государственной стратегии 2050 является стремление войти в 30 развитых стран мира. Это вполне реальная цель. Никогда народ Казахстана не достигал таких социальных вершин, на которых находится сегодня. Глава государства представил семь направлений своего видения того, что означает лидерство партии в 21 веке. «Исходя из этих направлений, мы и должны строить дальнейшую работу нашей областной партийной организации», – сказал Аким области. «Все выступления наших партийцев свидетельствуют о том, что уже сейчас мы располагаем отработанными подходами, позволяющими нам в дальнейшем успешно реализовывать задачи, поставленные на 15-м съезде партии». По итогам заседания полицовета было принято постановление. «Спонсор показа – Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок «Алюгал», «Галвин», «Херкюль». Компания «Галакси Групп» вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы «Алюгал». «Алюгал» производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили «Алюгал» – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легка в сборке и проста в эксплуатации, ведь продукция фирмы «Алюгал» адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это «Алюгал». На этом у меня все. Напоминаю, телефон новостной службы 1-го Карагандинского, 420649. Звоните, делитесь интересной информацией. Смотрите на завтра в это же время. Всего доброго. Амад, сау, бунь, здарь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин